Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Друзья мои, я смотрю, что многих зацепило видео, там где вот вопрос поднимался с этим скандалом на уроке узбекского, в узбекской школе, на уроке русского языка, насколько я понял. И там учительница, ну скажем так, рукоприкладствовала в отношении ученика, который попросил, а некоторые говорят потребовал, потребовал в некрасивой форме, причем так в обидной форме, потребовал от нее вести урок по-русски. И началось там, ребята, дело в том, что я не хотел, вы немножко меня не поняли, я не хотел останавливаться конкретно на этом случае, поскольку для того, чтобы остановиться на этом случае, нужно находиться в классе, слышать, либо же видеть видео от начала до конца, и тогда сделать выводы, кто прав, кто виноват. Речь вообще не о том, кто прав, кто виноват в данной конкретной ситуации, ученика и учителя. Это в сторону отложить, это вообще не суть важна. Важна совсем другая вещь. Представьте себе, независимая страна, Узбекистан, что-то там происходит в школе. Это внутреннее дело кого? Правильно, Узбекистана. Если бы это произошло в Кыргызстане, это было бы чье внутреннее дело? Кыргызстана и так далее. Нет, появляется немытая морда, вот эта башка немытая, пропитая из российского МИДа, которую зовут Машка, и начинает лезть во внутренние дела в данной ситуации Узбекистана. Вслед за немытой головой подтягиваются товарищи на 12-м месяце беременности с вот такими вот пузами, для которых еще они ездят на одном автомобиле, так они пуза ложат на переднее сиденье, чтобы подружнее сидеть было. Да, вот подтягиваются вот эти так называемые российские сенаторы, чьи конгрессмены, чьи как они там к черту называются, трепутаты, да? И тоже начинают лезть во внутренние дела Узбекистана. Узбекистан, либо Кыргызстан, либо кто угодно. Сам разберется, что им делать. Вы себе можете представить, например, такую ситуацию, что, я не знаю, в Польше, например, представьте себе ситуацию. В Польше идет урок английского языка, повздорили учитель с учеником по поводу того, как этот урок вести или не вести. И такое министерство, значит, иностранных дел в Великобритании начинается вмешиваться в дела Польши, рассказывать Польше, как нужно проводить уроки английского языка и вообще, что им делать в этой ситуации, еще и угрожать. Вы себе представляете такую ахинею? Конечно, нет, такого быть не может, потому что это чушь собачья. Никогда в жизни английское министерство иностранных дел, да и министерство иностранных дел любой страны, Франции, я не знаю, Испании, чьей хотите, но не станет вмешиваться в таких ситуациях, потому что это ахинея. Единственное, единственное ненормальное быдло министерство, это российское быдло министерство иностранных дел, бедлячье, да? Вот оно считает себя вправе лезть немытой мордой в дела стран, которые к ней не имеют никакого отношения. В данной ситуации они полезли в Узбекистан. Вот что я имею в виду. То есть это то, что, смотрите, а на что теперь провоцирует быдло министерство иностранных дел России всех остальных? Я вам скажу на что и что дальше получается из этого всего. Все очень просто. Когда все смотрят, что произошло в Украине для начала, да? Когда фашист Путин и террорист, значит, под предлогом, якобы защиты русскоязычного населения в Украине, вводят свои войска, начинается война, стираются с лица земли города и села российскими бандитами и боевиками. Зато у них защита русского языка. Вас кто-то просил его защищать? Вас хоть один человек сюда приглашал в Украину? Нет. Сейчас они лезут с немытым рейлом, значит, то в Узбекистан, то в Казахстане, мне нравится. То что-то в Кыргызстане там тоже не так было. Вы что туда лезете? Вас кто-то назвал? Какой русский язык? Вас кто-то звал туда защищать этот русский язык? А знаете, к чему это все приводит? Что люди от русского языка вот так вот шарахаются. Когда слышат слово русский язык, что следует правильно? За этим следует удар в левый глаз. Потому что все смотрят и говорят, не-не-не, русский язык идите, знаете, туда, откуда пришли. Мы вот на Бахмут только что посмотрели, что от него осталось. Это же там типа Путин русский язык защищал. Да нет, нам такого не надо. Взяли русский язык, взяли чемодан, упаковали как следует, вышли на дорогу. Если нет, значит, мы вам покажем, куда идти. Вот там российская граница, вот там будете за русский язык рассказывать. И это все делает совсем не, знаете, это делает совсем не правительство, это люди соответствующие страны, где в очередной раз нахамили русские быдлодепутаты или быдлодепутаты министерства иностранных дел и так далее. Нет, это все делает именно вот эти вот товарищи во главе с Путиным. В результате вот этой политики, когда они лезут немытой рылой своей в дела других стран, якобы под предлогом защиты русского языка, как раз и приводит к абсолютно обратной реакции. Все смотрят, что они имеют дело с невменяемыми, ненормальными людьми, сумасшедшими. Еще и фашистами, когда смотрят, что они творили в Украине эти путинские бандиты. То все пытаются быть подальше. И уже никто не стоит речь о изучении русского языка. Почему? Потому что чем больше будет носителей русского языка у тебя в стране, тем больше вероятность, что война придет тебе. Потому что Путин, хренютин после Путина будет. Или там задолбутин какой-то будет у них. Они что на одному молятся? Потому что 20 лет будут на задолбутина молиться после Путина. Вот этот задолбутин решит, что в этой стране недостаточно учат русский язык, а не разбомбит ли ее. Вот, кстати, в этом плане абсолютно правильно поступили эстонцы, латыши литовцы. Русский язык, чемодан, вокзал, поехал, до свидания. Будь здоров, там он хорошо, грязь, смрад, вот это Псков, Новгород, Дуровгород. Едь туда, там хорошо, там болото. И там учи русский язык тоже, кстати, да, можешь. Это свободно абсолютно, но в болоте. А у нас не надо, пошел вон. И правильно, почему? Когда нет носителей русского языка, соответственно, некого защищать. Вот этим вот быдло, быдло государству этому. Понимаете? И вот в результате, вот ваше быдло русское государство, оно привело к тому, что никто не хочет учить русский язык. Потому что никто не хочет, чтобы защищать русский язык, туда приехали на танки, потому что реки или урок проводят неправильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова